Саша, не спеши, не спеши. Я очень люблю детей. У меня дети уже большие, конечно, взрослые, внуки выросли. Хочется общаться с малышами. И мне эта семья очень понравилась. Такие детишки активные, воспитанные, хорошие дети. Саша, не спеши, не спеши. Саша, не спеши. Это быт и вообще помощи в семье. Потому что бабушка Саша нам помогает с детьми в сопровождении, где-то во время препровождения. Пожалуйста, помоги. Хотя бы уже какой день мы с тобой. Но все равно я хочу научиться. Мне нужно выдачу, потому что у меня кончился срок. Я обучаю компьютерной грамотности. То есть у меня возникают какие-то вопросы. Эти вопросы, как правило, связаны с такими нужными социальными. Там записаться на прием к врачу. Посмотреть, как можно там какие-то услуги получить через интернет. Молодец. 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 Все. Все. Спасибо большое. В таких семьях, как правило, растят деток одни мамы. Потому что папы не всегда, к сожалению, вот такой груз выдерживают. И мы попробовали. Несколько человек у нас прошли обучение такое своеобразное. Потому что понятно, что в чужую семью, вообще в семью с ребенком, ну, лишь бы кого не запустишь, то есть человек должен быть подготовлен. И поработали психологи с нашими бабушками. Рассказали об особенностях детской психологии. Молодец. Ты готов. Молодец. Молодец. Держи. Держи хорошенько самокат. Держи хорошенько. Мы же бабушки. Нам зачем много денег? Нам нужно активное долголетие, чтобы мы кому-то были нужны. Как бы, понимаете, реализовать свои силы, возможности. Ну? 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 Здесь как высоко, как до неба. До неба здесь не получится, действительно.